Педагоги Видновской школы номер 5 впервые принимали участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования». В состав команды вошли директор школы, завуч по воспитательной работе, учителя физической культуры и английского языка. Соревнования проходили в три этапа. Первый этап был дистанционный, мы прошли еще в 2021 году в декабре. Дальше мы прошли на полуфинал, который состоялся в Ярославле. И третий этап – это уже был финал, который произошел недавно в Грозном. Учителю английского языка Вере Сидоровой всегда интересно принимать участие в разных конкурсах. Ведь такие мероприятия дают возможность повысить свою квалификацию и уровень знаний. То, что новое я получила, я уже использую, могу сказать, сегодня на уроках своих. Потому что заряд определенный и уровень геймификации на уроке, то есть использование игровых технологий, чтобы завести класс, замотивировать всех детей на работу, вовлечь их, чтобы они говорили, что вот сегодня это был самый радостный урок. А для еще одной участницы – Надежды Пиюк – конкурс стал отличной площадкой для общения с коллегами и обменом опытом. Интересно познакомиться с коллегами из других регионов, со всей нашей необъятной страны. И, естественно, это опыт такой достаточно нестандартный, потому что конкурсы были не просто провести урок, а урок междисциплинарный. То есть на уроке совмещается несколько учебных предметов. Вот мы давали урок, у нас совмещались английский язык, биология, физкультура и история. За победу в финале, который проходил в Грозном, боролись 104 команды из 45 регионов страны. Педагоги Видновской школы номер 5 вошли в 30-ку лауреатов и вернулись к своим ученикам с копками, дипломами и званием флагмана образования. Пришли в школу, значит, здесь нас встречали дети, они сделали фотозону, шарики. И на полу было много шариков. И когда мы зашли, все они кричали «поздравляем, поздравляем». То есть это было так трогательно, да, слез. И прям сразу они нас наполнили, и мы просто стали дальше работать. В ближайшее время учителя тем же составом отправятся в образовательный центр «Синиш», где выступят в качестве педагогов-новаторов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.